Детское радио представляет Живой уголок Сделать мини-зоопарк, живой уголок Сделать мини-зоопарк, живой уголок Привет, дружок! Я доктор Добряков Много лет я лечу и изучаю самых разных животных А вот теперь рассказываю тебе о них интересные и полезные истории В твоем возрасте я был совершенно уверен, что древние сооружения, построенные тысячелетия назад, пострадали исключительно от времени И лишь со временем я узнал, что треть колизея, знаменитого римского театра, где бились гладиаторы, разобрали для строительства собора, который возводили рядом Облицовку египетских пирамид растащили по кирпичикам местные жители И даже гигантские каменные плиты Стоунхенджа, загадочного древнего сооружения, пошли на строительство домов отнюдь не древних кельтов, а их шотландских потомков Самое забавное, что нечто подобное наблюдается и у животных Одна птица построила гнездо, а на следующий год другие растащили соломинки и травинки по своим домам Но интереснее всего наблюдать процесс строительства и демонтажа у самых искусных пернатых зодчих, у ткачиков Как ты правильно догадался, их и зовут так, поскольку маленькие птички очень ловко и быстро плетут свои гнезда, словно ткут их из травинок и веточек Однажды мне довелось наблюдать колонию ткачиков в природе Представь себе кустарник, который ласкает ветвями мутные воды североафриканской реки, а на нем словно диковинные груши висят плетеные гнезда А почему висят? А потому что дом этих птиц похож на плетеный мешок в виде груши Узкий верх прилиплен к ветке, а внизу, сбоку, леток Причем в колонии постоянно кипит работа Одни гнезда поспешно строятся, другие прямо на глазах расплетаются и растаскиваются Признаться, тогда я подумал, что старые брошенные сооружения демонтируются ради строительного материала И лишь годы спустя понял, в чем тут штука Строит дом только самец Закончит работу и сидит рядышком Поет, заливается, самку зовет Прилетает самка и принимает работу Все как следует, оглядит, клювом попробует Внутрь заберется, ну как там, удобно ли Если гнездо ей не понравится, улетит немедленно Вот так, у всех животных самка выбирает самца А у этих птиц квартиру Зато самые искусные строители передают свой талант по наследству А не умехи, так и остаются вечными холостяками Еще бы, какая жена захочет выводить птенцов в кривом, небрежно сплетенном гнезде, где из щелей дует Почему-то ткачики не очень популярны у любителей птиц Хотя и прекрасно живут в неволе А зря Во-первых, среди них есть очень даже симпатичные и довольно ярко окрашенные франты Огненный ткачик, например Самки, правда, серенькие и незрачные, зато самцы Голова и грудь бархатно-черные Спина и крылья оранжевые А вокруг шеи огненное жабо Пышный воротник из пушистых перьев Певцы из них, честно говоря, неважнецкие Голоса отнюдь не оперные Так бормочат и чирикают себе под нос, вернее, под клюв Зато за всеми ткачиками очень интересно наблюдать Но для этого не стоит держать их в тесных клетках Лучше запустить в просторную вольеру Где, кстати, могут спокойно жить и другие птицы Недавно у меня в одной из птичьих клеток пошел процесс брачного строительства Я сразу же понял, что нужно помочь со стройматериалами И подбросил своему ткачику пучок сухой травы Словно по волшебству вырос каркас сооружения И дело встало Строитель тосковал и нервничал Пока я не догадался доставить на стройплощадку зеленую травку Вот тогда обрадованный мастер с рьяностью продолжил дело Оказалось, что именно свежая трава подходит на определенном этапе Когда требуется особая гибкость материала Дом получился замечательный И самка довольно уже на яйцах сидит Надо отметить, что гнезда у всех скачи разные Одни плетут шары, другие нечто похожее на варежку Третьи самые настоящие гамаки А иногда случается, что за работу берется целая бригада Сначала птицы ткут огромную общую сетку потолок А потом каждый самец подвешивает свой домик Выходит настоящий птичий город Если ты заводишь птицу не только для того, чтобы ей улюбоваться А еще, чтобы и делать интересные наблюдения То ткачик – наилучшая кандидатура Кстати, пора прощаться До новых встреч, дружок До новых историй Живой уголок